Увеличить доход города на 818 миллионов рублей. В Магаданской городской думе провели заседание по бюджету и вопросам экономического развития. Обсудили внесение изменений в бюджет Магадана на ближайшие три года. Часть средств планируют направить на реализацию программы столица и строительство второй очереди парка Маяк. Доход увеличат, в частности, благодаря безвозмездным поступлениям. В доходную часть включены безвозмездные поступления. Это межбюджетные трансферты в сумме 731,4 миллиона рублей и средства внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности особоэкономической зоны в сумме 86,2 миллиона рублей. Все изменения безвозмездных поступлений отражены в приложении к пояснительной записке, поэтому я не буду оторвать ваше внимание на пояснение этих сумм. Также увеличен план поступления налоговых доходов на 54,8 миллиона рублей. В связи с превышением фактического поступления над плановыми назначениями по таким налогам, как налог на доходы физических лиц 26 миллионов рублей, налог, применяемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 17,6 миллиона рублей и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 11 миллионов рублей. Также в 2021 году бюджет по расходам будет больше на 9 миллионов рублей. В 2022 по расходам 7 миллиардов 80 миллионов, по доходам 7 миллиардов 70 миллионов. На 2023 доходы и расходы будут 7,5 миллиардов. Кроме того, депутаты ознакомились с информацией о размере кредиторской задолженности на 1 января 2021 года. В принципе, тенденция у нас положительная. Кредиторская задолженность гасится и она сокращается. До сегодняшнего момента порядка 638 миллионов составляет, но она будет гаситься в течение года и уже на сегодня часть этих средств уже погашена. В основном это задолженность кредиторская перед поставщиками, перед строительными организациями, перед социальными объектами. Поэтому, конечно, это в основном все-таки больше именно внутри бюджета перераспределения идет. Гасятся те задолженности, которые были на 1 января 2020 и на 1 января 2021 года.